Сейчас пришло время для того, чтобы Армения и Азербайджан перешли на двухсторонние контакты и говорили друг с другом. Об этом, как передает канал 13, заявил министр обороны России Сергей Шуйгу в интервью казахстанскому порталу Tengri News. В контексте отношений России и Турции он заявил, что ведется непростая сложная работа и последней непростой операцией он назвал Нагорный Карабах. Нагорный Карабах – это такая очень непростая операция, именно так я хотел бы ее назвать и никак иначе, потому что в ней было задействовано огромное количество аргументов, элементов, мотивов. Ведь согласитесь, когда враждуют между собой два братских народа, два близких наших соседа, те, с кем жили, еще раз повторюсь, и дальше будем жить в мире согласия и дружбе. С другой стороны, подключение Турции к этому, поэтому нам надо было говорить и заниматься с турецкими коллегами, отметил российский министр. По словам Шуйгу, президент России приложил титанические усилия для того, чтобы все это состоялось. Причем уговаривать приходилось всех, то есть не было кого-то, кто бы сказал «я согласен, только вот их убедите». Нет, убеждать приходилось всех, безусловно, и нам на своем уровне коллег или министров обороны. Мы говорили и с нашими турецкими коллегами. Но то, что сегодня сделано, это, во-первых, то, что люди прекратили убивать друг друга. Во-вторых, я надеюсь, что сейчас пришло время для того, чтобы они уже переходили на двухсторонние контакты и говорили друг с другом, начинали разговаривать. Я имею в виду Азербайджан и Армению, заявил Шуйгу. Последняя работа – это, безусловно, Нагорный Карабах. Это такая очень непростая операция. Именно так я бы ее хотел назвать и никак иначе, потому что в ней было задействовано огромное количество аргументов, элементов, мотивов. Ведь согласитесь, когда враждует между собой два братских нам народа, два близких наших соседа, теми, с кем мы жили. И еще раз повторюсь, надеюсь, и дальше будем жить в мире согласия и дружбе. А с другой стороны, безусловно, это подключение Турции к этому. И надо было говорить и заниматься. И с турецкими коллегами наш президент, который, поверьте мне, приложил титанические усилия для того, чтобы все это состоялось. Причем уговаривать приходилось всех. То есть не было кого-то, кто… Я согласен, вы только вот их убедите. Нет, убеждать приходилось всех, безусловно. И нам на своем уровне, коллег и министров обороны. Мы говорили с нашими турецкими коллегами. Но то, что сегодня сделано, во-первых, люди прекратили убивать друг друга. Во-вторых, я надеюсь, что сейчас пришло время для того, чтобы они уже переходили на двусторонние контакты и говорили друг с другом. Мы уже начинали разговаривать. Я имею в виду Армению, Азербайджан.